Всем привет! Продолжает цветение моя ванночка Дениса Ниана. Какой же у нее приятный аромат! Я нашла новое местечко для моих цветущих орхидей. Надо будет все как как надо организовать. Все сделать. Я сейчас нахожусь между моими двумя гринхаусами. Вот так вот я себе здесь сделаю крышу все-таки и будут здесь мои цветущие орхидеи. Я буду сидеть и наслаждаться цветением. Ну а пока что что из нового цветет. Ну вот я показала что доцветает конечно не доцветает, а цветет. Вы знаете у него цветы увеличились мне кажется. Ванночка Дениса Ниана. Ансидиум цветет. Я тут собрала мои антуриумы. Ну в общем такой будет уголочек. Большие дендробиумы. Ну а здесь что это конечно уже все бедняжечка. Она находилась в моем гринхаусе и цветочки конечно пострадали. Конечно цветы нужно прятать от воды, от дождей. Ну ничего страшного. Я их все пересаживала и мне нужно было чтобы они укоренились и всем им нравится. Ну а здесь первый раз расцвел такой малыш. Он реально малыш. Смотрите совсем маленький. Я его покупала в том году и вот смотрю что вот эти вот бульбочки на заднем плане они уже выросли туда в ямку и и она расцвела. Это орхидейка. Вернее он бульбофилум. Вот такое у него название. И это житель Вьетнама, Тайваня. От 500 до 3000 метров и может цвести от 4 до 10 цветочков. Теплого до прохладного содержания. Цветы конечно держатся недолго. Ну вот неделю наверное первый цветонос и он уже оцветает не успела я снять. И вот второй такой маленький. Я уже не стала доставать свою лупу. Пока что она у меня еще не была употреблена здесь. Ну конечно желательно было бы сейчас ее достать и посмотреть поближе цветочки. Я когда увидела первый раз на картинке мне так понравилось этот переход от красного до желтого. Очень мне захотелось. Ну в общем красиво конечно когда ты видишь вживую. Природа создает конечно такую красоту. Нам остается только наслаждаться. Запах у них кстати присутствует. Ну конечно цветочки маленькие и они не сдают такой сильно противный. Прикольно да конечно рассматривать. Обожаю рассматривать эти цветочки эти волосинки. Хочется чтобы цветение было долгим. Но к сожалению бульбофилумы цветут недолго. Ну вот ему нравится на блоках. Хотя говорят да бульбофилумам нужна влага постоянная. Конечно он находится на нижнем ярусе. Постоянно если обрызгивается что-то или поливается или дождики. Ну вот как вы видите все прекрасно. Корешочки растут. Чувствовать себя замечательно. Вот смотрите в длину какие не сказала я да наверное сантиметра ну наверное 4 максимум. Здесь кстати продолжает цветение. Я его не показывала уже в последних обзорах. Но он также и цветет. Это конечно энцикле кахлеата. Долго играющая. И как вы видите еще есть бутоны. Я уже наверное сбилась со счету сколько месяцев она цветет. Ну вот цветение продолжается продолжается вот отсюда. И я так понимаю что еще есть вот и бутоны. И если кто помнит она начинала цвести. Еще не было этих молодых ростов. Но уже смотрите молодые росты выросли и уже даже чехлы. Поэтому наверное когда все таки орхидея достигает такого взрослого возраста. Мне кажется что эти цветоносы закончат свое цветение. Ну а следующие могут и начать постепенно. Конечно если правильный уход. Постоянная влажность. Чтобы всему хватало и влажности и света. И как говорится растению были силы чтобы вырастить и выкормить растения. Ну а здесь на мое удивление. Кто знает конечно ансидиум это у меня такая группа вроде бы как из легких да. Но у меня как то она пока что не из легких. Но в моей новой посадке они вроде бы даже растут. И даже цветут. И это знаете это второй цветонос. Мы переехали сюда в декабре. И вот он расцвел наверное цвел в январе. Это у нас был разгар лета. Кто не знает я в Австралии. У нас все наоборот. Ну и вот смотрите. Вот это вот старые цветоносы. И он выпустил еще один цветонос. Тут было два цветочка. Но он их засушил. Было конечно очень-очень жарко. И он конечно еще вырастил. Это здорово тоже. Меня радует и растит новые ростики. Поэтому все-таки это не какое-то такое мимолетное. Мимолетный сдвиг растения. Начало расти потом застряло. Нет. Оно растет и цветет. Здорово. Ну а здесь так вот я собрала себе на столике такую вот маленькую полянку из цветущих. Здесь кстати еще наверху не показала. Да. Тоже мой green light цветет. Не обращайте внимания на верхнюю крышу. Это все такое. Все временно. Поэтому будет все переделываться. Мне недавно попалась фотография, когда я его покупала. Он конечно был в два раза меньше. Не было этих таких вот задних новых ростов. Сейчас он такой приличных размеров. Классно-классно цветет. И кстати вот тоже сзади цветоносик тоже открылся. Поэтому будет у меня тут такой мой райский уголок. Ну а что расцвело? Вот кстати вот этот вот дендробиум. Да. Я показывала тоже в моем предыдущем видео. Если орхидеи хотят жить, выживут ли они? Ага. Ну вот. Кто-то съел губу. Знаете, я честно говоря собиралась сделать видео вчера. Выставила все орхидейки. И у нас пришли опять строители. И было невыносимо снимать. Поэтому ну вот все. Губу съели за ночь. Должен он был выглядеть вот так вот. Очень милые такие нежные цветочки. Дендробиум. Тринервиум. Житель Таиланда, Малайзии. На уровне 100 метров. И от одного до четырех цветочков может быть в соцветии. То есть это теплого содержания дендробиум. Ну вот наверное все таки он зимой пострадал. Когда у нас было прохладно. И летом отогрелся. И выпустил новый ростик. И зацвел. Поэтому. Вообще предыдущее видео конечно интересным оказалось. Мне кажется, что нам нужно вообще сделать такую рубрику. Показывать не только цветущие орхидеи. А показывать сейчас проблемные орхидеи. Потому что очень много людей конечно начинающих. И они очень переживают, когда орхидеи умирают. И нужно наверное запустить такую. Как раньше запускали мои любимые четыре или три орхидеи. Или мои. Чем я обрабатываю орхидеи. Чем я моя медицинская сумочка. Сейчас наверное нужно сделать мои проблемные орхидеи. И показывать, чтобы люди больше как-то наверное были уверены в себе. Что не только у всех цветущие орхидеи. Ну конечно же у нас есть это. Такие же проблемные орхидеи. И у кого нет орхидеи. Наверное тот и не сталкивался с потерями. Нет орхидеи, нет проблем. Ну вот поэтому. Я наверное знаете как эстафету. Сделаем эстафету. Если Петр меня смотрит. Я знаю что. У нас у всех есть. У Петра шикарная коллекция. Мне будет просто тоже интересно. Я знаю что. У него не получается с какими-то орхидеями. С которыми может быть у кого-то получается. Как мне написали тоже. У меня шикарно цветут дендрофаленопсисы. А у меня то цветет. Но вот то у меня не цветет и не растет. И ну в общем. Что-нибудь новенькое такое. Да. Я люблю что-то новое. Интересно что-то узнать. Что-то посмотреть. Учиться. Поэтому мы здесь все учимся друг у друга. Я только здесь из-за того что это мое хобби. Это только мое хобби. И я наслаждаюсь. И мне очень интересно общаться с такими же людьми как и я. Это кстати я вам показываю. Котлея лундиай. Чего она сейчас расцвела тоже не знаю. Солнышко пригрело. Вот один бутончик развился. У нее если кто не знает. Вот так вот просто развиваются. Сразу такие. Сначала бутончики. А потом листики. Вот вы видите старые цветоносы. Вот так вот потом это выглядит. Но пока что вот такое вот милое создание. Очень нежные цветы. Обожаю. У меня еще есть альбовская форма. Полностью беленькие. Красивые. Спряталась роза. За кустом розы. Я пересадила розы. Она мне тут гавкает. На люди ходят. И не дает снимать. Ну вот так вот она. Как будто ее там не видно. Она думает. Слилась с кустом розы. В общем не знаю. Поддержит меня Петр. Не поддержит. Ну просто будет интересно. Такая вот новая. Новую такую вот запустить. Чтобы начинающим было. Было более комфортно растить орхидеи. Потому что конечно. У нас уже опыт. И мы уже не так расстраиваемся. Особенно когда большая коллекция. Ну а когда коллекция конечно небольшая. То конечно очень расстраиваются. И думают это не для меня. И все. Конечно это все деньги. Это все усилия наши. И наш труд. Но когда ты видишь конечно цветение орхидеи в живую. Слышишь аромат некоторых из них. То конечно это стоит того чтобы побороться. Чтобы набраться терпения. Кому-то может быть это будет как. Какой-то урок. Такой помощь. В терпении. Учиться. Ждать и терпеть. Побольше сил. Ну в общем ладно. Посмотрим. А что еще. Что у меня еще. Расцвело. Такой вот малыш. Опять. Знаю. Петр любитель малышей. Я тоже люблю очень малышей. Это стелис. Вот такое вот название. Не хочу ломать язык. Тепло-водопрохладного содержания. Очень такой широкий диапазон. И произрастает 200 до 1500 метров. И цветочков может быть от 5 до 25. Конечно такие длинные у него. Цветущие такие. Какие длинные цветоносы да. Эти бусинки. Их конечно точно под лупой нужно рассматривать. Ну вот зацвел. Такой маленький. И зацвел. Я не ожидала. Тоже смотрите сколько много цветоносиков. Повыдавал. Маленькие конечно. Очень маленькие. Цветочки. Руку для сравнения. Руку палец. Там. Все видно на. По сравнению с пальцем. Все. Не выдержала я. Телефон не ловит. Это конечно сложно. Под увеличительным стеклом. Конечно. Видно цветочек. По крайней мере мне. Я хотя бы что-то могу. Увидеть. Ну здорово. Все равно. Как красиво птички поют. Вот. В общем. Вот такой вот малышок. Цветет. Да. Ну для кого-то это конечно не цветение. Потому что они очень маленькие. Ну а тут вот я вот собрала. Собрала. Поставила. Дендробиум хибики. Вы знаете. Я оставила себе второй кустик тоже. И я вот так вот его пристроила. Этот вот мой прошлогодний кустик. Который цветет. Я честно говоря не ожидала. Что они настолько долго цветут. Это конечно очень очень здорово. И вот я пристроила вот этот вот. Мой новый кустик. Который я купила. Вот такой вот маленький тут пенечек. Он просто сверху прикреплен. Стоит. И я его так посадила. И в общем. Вот такой вот двойной кустик у меня получился. Красиво конечно смотрится это сочетание. И такие прямо бульбочки мощные. Выросли. Ну вот на моем кустике. Такие прям листья. Бульбочки упитанные. Конечно он у меня стоит. Так вот всегда в поддончике. Наполовину с водой. И ему очень нравится. Ну и этот кустик я вытащила из маленького горшочка. Так просто пересадила сюда. И он смотрю что тоже как-то и не отреагировал особо. Цветочки цветут и продолжают цветение. Поэтому. Ну вот я люблю что-то такое необычное. Что-то красивое конечно. Будет красиво. Так вот в два яруса. И тут вот я смотрю что еще на маленькой бульбочке вылезли. Еще бутончики. Конечно очень стоящие. Очень стоящий дендробиум. И я очень рада что он у меня есть сейчас в коллекции. Аж два. Но на заднем плане это тоже такая вот моя игрушка новая. Я вот так вот пристроила. Он у меня рос в маленьком горшочке. И вот так вот я его посадила на вот такую вот коряжку. Еще в старом доме. И вот так вот это дело выглядит. На мой взгляд очень красиво. Я честно говоря не знала зацветет она в этом году. Не зацветет. Потому что я только вот пересадила их. Еще как вы видите тут ну такое вот немножечко сверху конечно все сухое. Ну а снизу ему очень понравилось. И есть конечно тут и сверху новые ростики растут. И здесь вот смотрю растет растет. Ну выдал бутончики он только в нижней части. Конечно здесь и влажности побольше. А нет вот один бутончик сверху тоже. Ну в общем нормально прижился. Тут вот так вот корешочек даже пополз. Классно конечно все еще леска обтянута. И вот такие вот красавчики. Вот такое вот цветение. Очень на мой взгляд тоже такая интересная необычная орхидейка. Необычные цветы да. Они не очень маленькие ну. Прикольные такие да. Конечно красиво было бы чтобы так вот оно постепенно постепенно зарастет. Ну в общем будет красиво. Не сказала я название. Кто не знает это эпидендрум порпакс коламбия венесуэла. В общем тоже стараюсь так поддерживать его во влажном состоянии. Ну как вы видите он себя прекрасно чувствует. Когда даже и жаркие дни были естественно. Я не опрыскивала по два раза в день. Я вам скажу сразу. Поэтому ну и он себя прекрасно чувствует. Красавчик. Очень рада что он начал расти. Что ему понравилось. Это такой вот кусочек у меня твердое дерево. Очень твердое. Поэтому люблю я изобретать. Ну вот мох тоже. Когда-то этот мох. Боже как вспомню конечно. Ни у кого не рос этот мох. Искали этот мох. Приживали. Как-то все так вот интересно все таки. Что все происходит на глазах. И мы друг другу что-то находим. Что-то подсказываем. Как-то делимся. Очень здорово. Я кстати очень благодарна еще моей подписчице. Света Света. Ну в общем Светлане спасибо огромное. Она мне нашла название моей маленькой котлейки. Белоснежной с розовой губой. Очень очень благодарна. Здорово конечно что мы можем здесь виртуально встречаться. Общаться. И делиться чем мы можем. Очень тоже рада что мой метод посадки очень многим тоже понравился. Я уже слышу отзывы что многие посадили по моей такой системе. Мох внизу и кора. Для меня больше благодарности не надо. Когда люди пишут и говорят что им помогла. Что-то моя какая-то информация. Что орхидейки пошли в рост. Что-то зацвело. Что-то начало расти. Для меня это самая большая награда. И самая большая радость. Как бы ну вот это вот следующая моя красотка целлогина. Вы знаете я очень люблю целлогины. Не знаю иногда мне хочется выращивать прямо вот одни целлогины. Потом думаю это будет наверное скучно и грустно. Хочется как-то все. Но вот не знаю очень я люблю целлогины. У меня их тоже есть очень много разных видов. Но вот не знаю чем они меня покоряют. Но это очень здорово конечно. Этот кустик у меня уже здесь давно растет. Одна из немногих наверное осталась у меня в керамическом горшочке. Но вот она выдержала и зиму. И продолжает расти. У нас зимой опускается температура до 4 градусов под утро. Но все ей вроде бы было нипочем. Может быть конечно и не сильно ей нравилось. Но я старалась в холодные дни конечно не поливаю орхидеи свои. И вот ожидается такое конечно красивое пышное цветение. Но цветы у нее конечно вот один за другим она может выдавать. Это кстати я не сказала что это целлогина спесиоза называется. И вот так вот она тоже выдает бутончики из новых ростиков. Красивые большие цветы по сравнению тоже. Красивая. Это самый первый цветок который распустился. Красивый. Я не знаю почему мне нравятся целлогины. Ну вот чем то они мне очень очень нравятся. Такой же конечно приличный кустик. И как вот можно видеть очень много новых ростиков. И бутончики прям везде красивые. И мхом тоже зарос. Очень очень здорово. У меня целлогины стоят так вот на нижней полочке. И конечно такое солнышко рассеянное. Не очень яркое. И вот я смотрю им конечно нравится. Ну а это наверное листики старые. Постепенно они будут отмирать. Красиво получается такая картинка. Класс. Здорово. Ну посмотрим. Они конечно видите цветочки. Один распустился. Один отвалился. Я уже не помню как долго они цветут конечно. Было бы здорово если бы вот так вот со всех сторон. Цвела она. Ну что буду заканчивать. Наверное наболтала опять. Наболтала наболтала. Конечно я сама люблю гулять у кого-то. В гостях по орхидейкам рассматривать. Так что всем желаю терпения. Любви. И конечно же пусть ваши орхидейки радуют вас. Всем пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok